За прошлый год в Чувашии снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Однако аварии с участием нетрезвых водителей участились на 34%. С чем связан такой резкий скачок и какие меры в связи с этим будут приняты, рассказали на пресс-конференции МВД по Чувашии. Рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель», баннеры на главных улицах, различные акции в эфире радиостанций и многие другие мероприятия были проведены с целью убедить водителей воздержаться от управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Однако статистика не радует. В истекшем году за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования оформлено 2043 водителя. Лишены водительских прав с наложением административного штрафа 1520 водителей, в том числе 14 водителей в состоянии наркотического опьянения. 321 водитель подвергнуты административному аресту. Немаловажную роль в выявлении нетрезвых водителей сыграла общественность и добровольные внештатные сотрудники ГИБДД. С их помощью удалось выявить порядка 500 нарушений за последние полгода. Каждый гражданин также может предотвратить ДТП, сообщив о несознательном водителе, севшем за руль транспортного средства в состоянии опьянения, позвонив по номеру телефона доверия. Таких фактов у нас достаточно, когда только по телефонным звонкам мы большое количество задерживали нетрезвых водителей, которые управляют транспортным средствами. Но на статистику повлияла не только несознательность водителей. С прошлого года граждане, отказавшиеся от медицинского освидетельствования, также включены в списки нетрезвых. А с 1 июля этого года за повторное задержание водителя в состоянии опьянения либо за отказ от медосвидетельствования административная ответственность сменится уголовной. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.